Когда кто-то говорит о новых изобретениях, мы представляем что-то большое и железное. Но сейчас все новшества помещаются вот в этой маленькой коробочке. Сегодня я расскажу вам о самых интересных приложениях и начнем мы с детектора лжи. Когда мы смотрим программы, где используют настоящий детектор лжи, мы видим компьютер и куча проводов. В этом же случае разработчики уверяют, что достаточно использовать один палец. Мы задаем вопрос. Итак, уважаемый детектор лжи, скажите, пожалуйста, я сегодня в черной кофте? И он говорит, правда? Мой день рождения 19 мая? Как это нет? Как это нет? У меня же так в паспорте написано. Хорошо, может быть ты и с кофточкой ошибся? На мне сейчас надета черная кофта. Говорит, что нет. В общем, походу здесь просто запрограммированы ответы. Правда ложь, правда ложь, правда ложь. Но, наверное, пошутить над друзьями можно. Или нет? Я бы не стала. Что-то я разволновалась от первого приложения. Я, пожалуй, измерю свой пульс. Кстати, в этом случае разработчики тоже говорят, что достаточно одного пальца. Как у них все легко? Значит, заходим в приложение. И в этот раз нам вот сюда, говорят, надо класть палец. 85 ударов в минуту. В моем возрасте нормально 60 или 70. Либо у меня какие-то проблемы, либо он прет. Слушайте, что только не придумают. Следующее приложение называется рентген. Я не знаю, конечно, как оно работает, но, скорее всего, оно угадывает ту часть тела, которую ты показываешь. Давайте попробуем. Вот сейчас я буду показывать руку, да? Это самое простое. Значит, ставим ручку. Ручку ставим. Моя рука – это череп. Вы не хотите сказать, что моя рука – это череп? Я, видимо, неправильно поставила, я еще раз попробую. Вот, вот так. Значит, начинаем сканирование. Начинаем. Вот так вот моя рука. Серьезно? Ну сейчас же все четко было. Почему это ноги? А вы знаете, медик, вы так себе. Раньше охотники за привидениями таскали на себя огромное оборудование в виде рюкзака. А сейчас призраков можно искать с помощью телефончика. Давайте посмотрим, есть ли привидения у нас в студии. Ну не может быть в здании ни шпылиграфа, ни одного призрака. Я в это не поверю. Вы серьезно? Там просто женщина выглянула нарисованная. То есть вы хотите сказать, что в месте, где мы берем интервью у людей, здесь у нас ходит женщина нарисованная. Это же мамулька, не боже, что где-нибудь нарисованные люди. Ничего. И последняя интересная новиночка для вас – это приложение, с помощью которого можно посмотреть, как ты будешь выглядеть в старости. Для этого нужно сделать фотографию и с помощью определенных накладок посмотреть, что с тобой станет. Сейчас посмотрим. Я не хочу это показывать никому. Я... Это ужасно. Это ужасно. У них некрасивые накладки. Можно же красивыми быть. Ну что же, если вам нужно сделать рентген или измерить давление, лучше обратитесь к врачу. Потому что вот это, это скорее развлечение. А вообще лучше по нему разговаривать, смс-ки писать. Ну, на самый край фотографироваться. С вами была Надежда Рожнова.